Привет, в этом видео ты узнаешь, как загрузить свой сайт бесплатно на хостинг с помощью гитхаба. Но перед началом хочу выразить благодарность за активность под прошлым видео и в телеграм-канале. Кстати, кто подписан на мой телеграм, тот получает информацию одним из первых, поэтому подпишись, ссылочка в описании. Но перед началом основной части ролика должен сказать, что гитхаб бэйдж не является полноценным хостингом. Он имеет только трех уровней домен и подходит только для демонстрации сайта клиентам или как портфолио. А также не будут работать PHP скрипты. Это основные минусы гитхаб бэйдж. В основном это довольно хороший и бесплатный хостинг с бесплатным доменом. Ну а у микрофона Дания и мы начинаем. Так, открываем браузер и регистрируемся на сайте github.com. Нажимаем Sync App. Здесь вводим юзернейм. В моем случае это Даня Ник. Дальше пишем и выбираем почту. Придумываем пароль. Обязательно ставим галочку здесь. Теперь проходим капчу. Подтверждаем, что вы не робот. Нажимаем Create Account. Ну а здесь выбираем, кто вы и чем занимаетесь. Дальше пишем. Здесь оставляем. Нажимаем дальше. Тут жмем отправить письмо. И теперь на ваш email должно прийти письмо с подтверждением аккаунта. После подтверждения обновляем сайт. Аккаунт подтвержден. Дальше ждем. Жмем на логотип. Ну а если ты не готов жертвовать функционалом, то я тебе посоветую удобный и быстрый хостинг. Здесь и тарифы, и цены довольно низкие. А еще этот хостинг займется переносом твоих сайтов со старого хостинга на этот. Поэтому загляни ссылочка в описании. А сейчас вернемся обратно к ролику. Ну а теперь нажимаем создать репозиторий. Или же create net-репозиторий. Дальше мы вводим имя нашего сайта, то есть домен. Чтобы получить бесплатный домен, он должен сходиться с нашим именем гитхаб аккаунта. В моем случае это даняник.гитхаб.io Смотрите, будьте аккуратны, не напишите гитхаб.ком, иначе он так не примет. Обязательно гитхаб.io Так, description я не пишу. И теперь убедитесь, что здесь стоит паблиш, чтобы он был опубликован у нас. Здесь мы не вставим ничего, нажимаем создать. Ну а дальше нам нужно добавить наши файлы, файлы нашего самого сайта. Это могут быть html файлы или еще что-нибудь. Чтобы добавить, нажимаем вот здесь добавить. И теперь нужно сюда просто перенести наши файлы. У меня есть папочка с таким вот сайтом, который я сверстал. Просто переносим его в этот объект. Я перенес индекс html. Это основа нашего сайта. Перенесен файл. Также можно переносить сразу несколько файлов. Для этого мы просто их выделяем и перетаскиваем туда же. У меня 5 файлов. Из них нужно мне убрать индекс html, потому что его я уже добавил. Дальше нажимаем дальше. Ну а чтобы нам создать папку в этом репозитории, потому что мне для сайта нужна папка. Нажимаем вот здесь и нажимаем создать файл. Дальше вот здесь в пути пишем название нашей папки. У меня это вот. Я ввожу свое название папки. Дальше мы ставим слэш после названия. И пишем emphy. Emphy это означает, что там будет находиться пустой файл. Вы можете назвать его как хотите. Все равно потом его можно будет удалить. Он никакую роль особо не играет. Он только создает, закрывает пустоту папки. Нажимаем создать. Вот у меня этот файл. Теперь, чтобы нам его удалить, нам нужно добавить еще документы. У меня здесь еще папки. То есть обычным переносом не получится. Нужно создать еще одну папку. Пишем название папки и также emphy. Не забывайте ставить слэш после названия папки. Вот, теперь у меня добавилась еще одна папочка. Я открываю у меня папочку и переношу мой документ. Дальше нажимаю добавить. Вот, теперь у меня есть папка. В этой папке еще одна папка. Для отдельных стилей и так далее. И здесь находится наш документ. Чтобы удалить emphy мы просто нажимаем на it file и на корзину. И дальше. Кстати, вы можете еще добавлять коммит. Коммит это комментарий к вашей папке. Но он особо мне не нужен. Поэтому я оставляю всегда пустым. Вот, таким вот образом переносим все наши документы сюда. Дальше нажимаем settings. Пролистываем вниз. И здесь есть github page. Нажимаем вот сюда. Здесь у нас есть... Нам нужно обновлять сайт до тех пор, пока не появится зеленая галочка. Сейчас покажу где. Вот здесь должна появляться зеленая галочка. У меня появилась, значит сайт обновлен. И все файлы уже находятся на хостинге. Дальше мы можем уже открывать наш сайт. И вот это будет наш домен, который бесплатный. И с ним мы можем делиться с друзьями и так далее. Вот. У меня этот сайт как портфолио. Сайт полностью рабочий. Единственное, PHP скрипты не будут работать. Ну, мне это ничего страшного. Но в любом случае вы можете также воспользоваться бесплатным хостингом, ссылочку на который я оставлю в описании. Так, ну если было полезно, подпишись на канал и поставь лайк. Ну, а также можешь написать комментарий. И все вопросы пиши мне в телеграм, либо в инстаграм. Я на все отвечаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok